Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова. Завтра православные христиане отмечают один из самых главных религиозных праздников – Святую Пасху. Верующих Кабардино-Балкарии поздравил глава КБР Юрий Коков. На протяжении многих веков православные христиане в тесном взаимодействии с представителями других конфессий вносят значительный вклад в дело утверждения высоких нравственных принципов и истинных духовных ценностей, способствуют укреплению мира и гражданского согласия. Сохранение традиционных моральных устоев – залог благополучия и процветания нашего общества, говорится в обращении. Юрий Коков пожелал православным и всем жителям Кабардино-Балкарии мира, добра и благополучия. Сегодня в Кабардино-Балкарию прибыл архиепископ Пятигорский черкесский Феофилакт. В Свято-Никольском соборе города Прохладного он совершил божественную литургию. Предпасхальные визиты архиерея в республику уже стали традицией. Самый большой праздник православия – светлое Христово Воскресение христиане отмечают завтра. А сегодня – Великая Суббота. Сегодня особенный день предпраздничный. Случность этого праздника заключается в нашем трепетном ожидании Чудо Воскресения. Я хочу поздравить всех жителей нашей республики с наступающим светлым праздником Пасхи. Хочу пожелать мира и благодетствия. В Прохладненском соборе сегодня было многолюдно, чтобы помолиться вместе с архиепископом Амирием. Пришли прихожане, представители казачества и кадеты. Основное пасхальное богослужение пройдет в храмах республики этой ночью. Завершится оно крестным ходом. А после начнется утренняя молитва, на которой прозвучит праздничное приветствие. Христос Воскрес. Ближайшей ночью в Нальчике в церкви Симеона Стопника и соборе Святой Марии Магдалины пройдут праздничные пасхальные службы. Для удобства прихожан сегодня с половины 11 вечера будет организовано дополнительное движение автобусов к православным храмам, сообщили в мэрии города. Маршруты пройдут через микрорайон Александровка, Молодежный, Горный, Стрелка и Дубки. Развоз жителей от церквей будет организован 12 апреля с 5 утра. В воскресенье также откроются дополнительные автобусы в стороны кладбищ. Добавлю, что сегодня и завтра с 6 до 18 часов запрещено движение всех видов транспорта по улице Колюжного от Головко до Толстого и по улице Кишокова от Матросова до Колюжного. Такие же ограничения будут действовать 20 апреля с 9 до 15 часов. В преддверии Пасхи в республике усиливаются меры безопасности. Об этом сегодня сообщили в оперштабе КБР. В местах массового пребывания людей будут дежурить пожарные, кинологические, патрульно-постовые подразделения МЧС и МВД. В канун праздничных мероприятий правоохранительные органы призывают жителей и гостей республики незамедлительно сообщать обо всех настораживающих обстоятельствах. Номера телефона вы сейчас видите на своих экранах. Продолжаем. Сегодня госавтоинспекторы Кабардино-Балкарии завершили прием предложений нальчан по улучшению дорожной ситуации в столице республики. Речь идет о ведении одностороннего движения еще на двух улицах Нальчика. Толстого и Ахохова. На участках вблизи центрального рынка, где наблюдается большое скопление транспорта. Такое предложение внесли город-администрации и управление ГИБДД. Мнение горожан выясняли в течение месяца. Вопросных листов уже насобирали более 400, по результатам которого будет внесено предложение владельцу дорог, то есть администрации города Нальчика, для введения все-таки одностороннего движения на величисленных участках. Большинство участников движения за введение одностороннего движения. По словам автоинспекторов, опыт прошлого года, когда односторонними сделали улицы Ногмова и Кишокова, можно назвать положительным. Центральные транспорты артерии Нальчика значительно разгрузились. Вопрос с улицами Толстого и Ахохова должен еще пройти рассмотрение в экспертном сообществе и общественной палате. В школе села Инаркой торжественно открыли мемориальную доску памяти Алика Гитежаева, сержант советской армии. Героически погиб в январе 88-го в Афганистане. Ему не было и 20-ти. На церемонию приехали родственники, друзья и сослуживцы. Алика Гитежаева до сих пор помнит, как приветливого юношу, готового в любую минуту прийти на помощь. В 86-м его призвали в армию, направили в Афганистан. При выполнении боевого задания в горах его подразделение попало в засаду. Выводя новобранцев из-под огня, сержант Гитежаев погиб, но ценой своей жизни спас солдат. Уже после запроявленного мужества его наградили орденом Красной Звезды и медалью за отвагу посмертно. Он и все наши ребята, в принципе, все ребята, которые прошли Афганистан, они с честью выполнили свой интернациональный долг. И ни один из них не склонил голову, не опозорил свой род, свою семью. Все выполнили поставленную боевую задачу. Открыли мемориальную доску Тимур Тхагалегов и брат героя Аубек Гитежаев. После состоялась церемония возложения цветов. В Нальчикской прогимназии номер 28 прошел открытый урок, на котором речь шла о событиях Великой Отечественной. Школьники и малыши показали литературно-музыкальную композицию, посвященную фронтовым будням. Перед зрителями, а это были не только родители и педагоги, а еще и директора городских школ и детских садов, они предстали в образах красноармейцев сороковых. Пережила тысяч боль и боль. Пусть ярость благородная скидает, как волна идет, Своевна огромная, священная война. Ребята представили также стенды, сочинения и исследовательские проекты, посвященные 70-летию Великой Победы. И последнее. Студенты колледжа дизайна приступили к подготовке дипломных работ. В этом году среднеспециальное учебное заведение планирует выпустить 25 ландшафтных дизайнеров. СУЗ является единственным в республике, где готовят специалистов данного профиля. Тему продолжит Адам Абазов. На дипломный Казбек-Ногоев работает с особым усердием. Тема – благоустройство частной территории с малыми архитектурными строениями. Говорить не хочется ударить в грязь лицом. И добавляет – выбор профессии ландшафтного дизайнера не дань моде. Профессия довольно интересная. Можно раскрыть свои какие-то, не знаю, идеи, так как именно тебе этого хочется. Сейчас у студентов отделения садово-паркового и ландшафтного строительства практика. В разработке проектов используют возможности 3D-моделирования. Экспериментальные модели будущие дизайнеры воплощают на клумбе прямо перед колледжем. Здесь наш полигон, где студенты отделения садово-паркового и ландшафтного строительства используют свое мастерство и получают навыки своей будущей специальности. Они у нас работают как дизайнеры в ландшафтном строительстве, так и осваивают рабочую специальность техника по озеленению. Колледж является единственным в республике учебным заведением, которое готовит ландшафтных дизайнеров. Преподаватели говорят, так как рынок труда еще не заполнен такими специалистами, шансы быть востребованными в своей профессии у ребят довольно высокие. Адам Абазов, Карина Айвенесова, Эдуард Ногмов, Вести Кабардино-Балкария. И на этом служба информации завершает свою работу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова